Благодарим за предоставленные призы компанию «Алми», сеть магазинов «Книги детям», Музей истории мороженого «Артико» и Театр на Спасской. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки. Меня зовут Владимир Валерьевич Шабардин. Я уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. И сегодня я веду программу «Открывашка». Мы начинаем еженедельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на «Эхо Москвы» в Кирове. Напоминаю, что то, что происходит у нас здесь сегодня на студии, можете видеть на экранах своих мониторов, мобильных устройств. Для этого нужно зайти на сайт «Эхокирова.ру». и перейти по вкладке «Эхокирова» в студии. Также можете звонить нам по телефону 211-101. Сегодня нас ждет много нового интересного. Мы будем говорить о времени. А точнее, о прошедшем времени. Мы узнаем с вами о том, что было раньше, как более 100 лет назад праздновали Новый год, как учились, как занимались спортом, как отдыхали, а также узнаем, кто и как, и когда заселил территорию нашей области. Сегодня, как и всегда, у вас есть прекрасные возможности выиграть прекрасные, замечательные призы. Так что располагайтесь поудобнее своих радиоприемников и приготовьте телефоны. Вести сегодняшнюю программу мне помогают Софья Занько. Поприветствуем. Саша Копылевич. Здравствуйте. И Федор Рычков. Ну, скажите, здравствуйте. 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 У нас Саша только сказал, здравствуйте. Сейчас я. Ну, итак, доброе утро. Просыпайтесь все. Не только радиослушатели, но и Саша, Федя и Софья. Расскажите нам, пожалуйста, давайте начнем с того, что произошло у вас за последнее время, с момента прошлой передачи, какие события произошли, какие новые открытия вы сделали. Кто начнет? Софья? Ну, у меня было открытие о том, что я могу намного лучше заниматься английским на этой неделе. У меня хорошие оценки пошли, намного лучше, чем в прошлом году. То есть для тебя это открытие, хорошие оценки? Да, большое. Это большое открытие. Что ты можешь получать хорошие оценки, да? Да, открытие. Это хорошо. А было ли это открытием, Софья, для твоих родителей? Да. Да? Да. Еще каким? Большим. Большим. Хорошо. Еще, Софья, еще какие-то? Или это главное? Нет, это мой главный открытие. Это твой главный подарок родителям на Новый год, да? Фидя? Ну, у меня в школе недавно проводили проект «Помощь детям», молодежи в социальном плане. Там был проект «Письмо маме». Я напечатал там много очень писем и объявлений. Мы расклеили по всей школе с ребятами. И просто там, не знаю, человек 300-350 перешло. И просто написали открытки маме и вот перенесли. И потом мне благодарственное письмо прислали от фонда. Это хорошая акция. Межрегионального уровня. Хорошо, это хороший социальный проект. Неплохо. Саша? Ну, ничего особо такого хорошего не было. Я только сделала открытие, что если на кого-то злой, то начинаю учиться лучше. Это само получается. Если на всех злой, то я пытаюсь мстить всем. И получается так, что я на зло учителю стараюсь ответить правильно. А учитель на зло спрашивает меня, чтобы я ответил неправильно. Это как-то так. Ну, обычно, Саша, учитель не спрашивает на зло, чтобы ты ответил неправильно. Нет. Ну, обычно учитель видит, что я отвлекаюсь. У меня тогда украли телефон, мне его вернули вчера. И я был злой, что мне украли телефон, поэтому я ответил правильно. Саша, у тебя замечательное открытие. Тебе вернули телефон. У тебя, оказывается, можно телефон потерять, и его могут потом вернуть. Я стала такой радостной, что я получил еще одну пятерку. Ну вот, молодец. То есть, я думал, ты стал такой радостной, что отвлекся и получил двойку. У тебя и телефон, и пятерка теперь. У тебя вдвойне. Вот у Софи только... Две пятерки. У Софи только пятерка одна. Почему пятерка одна? У меня на прошлой неделе семь, и на этой сколько-то. Ну, Софья, мы начали с английского языка. Ты сказала, что у меня там резко улучшился английский язык. У тебя семь пятерок. Хорошо. Федя, у тебя сколько пятерок? По английскому или по какому? По какому ты считаешь нужным? Ну, по искусству мы недавно писали полугодовую контроль. Я написала на 5-5 на максимальное количество баллов. Отлично. Сейчас у нас в студии есть замечательные призы. На самом деле, спасибо за то, что вы поделились своими событиями. Сейчас Софья нам расскажет, какие же у нас сегодня призы. Я напоминаю, что вы можете позвонить в прямой эфир 211-101 и выиграть один из этих призов. И у нас сегодня будут еще вопросы от ребят. У нас есть призы. Причисление идет. Книга «Замечательная наука. Герои первобытного времени». Книга «Загадочные заряды и магниты. Занимательное электричество». Энциклопедия «Мифология». Набор для создания часов. Билет на две персоны в Театр на Спаске на спектакль «Щелкунчик» 7 января в 11.00. Приглашение на две персоны в музей истории мороженого Арктика. Приглашение на две персоны в Палеонтологический музей. Открытки. Три набора книги по следам музея. Отлично. Спасибо, Софья. На самом деле список очень длинный. Очень интересные книжки. Вот те, кто смотрит трансляцию, могут увидеть. Могут все это выиграть. У Софьи лежит коробочка, которая будет разыграна. У меня есть точно такая же коробочка. Ребята, в прошлый раз вы изучали электричество. И у меня есть точно такая же коробочка, которая называется набор для создания часов. На самом деле, я всегда думал, что для того, чтобы сделать электронные часы, нам нужно как минимум иметь батарейки, для того, чтобы они работали. На самом деле, как вы выяснили, это совсем не так. Я вот сейчас попытаюсь сделать электронные часы с вашим участием. Но для того, чтобы у меня получилось, мне написано, что мне нужен в помощь картофель. Кто принес картофель? Спасибо, Соня. Спасибо, Федя. Давай еще две. Вот. И пока я постараюсь сделать, на самом деле... Давайте, Соня, разыграем. Да, мы что-то разыграем. Сейчас я пока делаю. Ребята задают вопросы. Я просто покажу нашим радиослушателям, тех, кто смотрит трансляцию, что здесь у нас в блоке нет никаких батареек. У нас есть просто экран часов. У нас есть несколько пластинок и провода. И вот я сейчас, согласно инструкции, очень быстро постараюсь эти часы сделать так, чтобы они работали. А сейчас ребята пока зададут вопрос и что-нибудь разыграют. Вопрос номер один. Какой самый сильный мороз был в Кирове? Напоминаю, что вы звоните в прямой эфир 211-101 и отвечаете на этот вопрос. Соня, а когда вот, в какой период? Не знаю. Ну, вообще, за всю историю? Нет, именно в новогоднюю ночь. Новогоднюю ночь. В новогоднюю ночь, да. Отлично. Я потому что помню, что у нас мы и в лужах встречали Новый год. Один раз вообще снега не было. И кататься негде было. Было очень жарко, да? Да, было очень жарко на самом деле. И я помню, в тот Новый год у нас было очень много пиротехники. Знаете, так, в сугроб вставляют, и ракеты летают. Даже некуда было вставлять, потому что в сугробах не было. Если считать самый сильный мороз за всю историю города Кирова, то он был минус 57. Минус 57? Да. Ничего себе. Наверное, никто в школу не ходил. Наверное, никто в школу не ходил, да. Так. Ну, еще вопросы. Вот, да, сегодня. Пожалуйста. Я хочу задать вопрос. Какая самая старая улица в Кирове? Какая самая старая улица в Кирове? На самом деле у нас сегодня, чуть позднее будет гость, который, я думаю, сразу ответил бы на этот вопрос. У нас сегодня будут интересные гости, я вам еще не сказал. Но об этом чуть позже. Вот. Саша, вопрос от тебя. Ну, я уже задал вопрос, какой самый сильный мороз был в Кирове на новогоднюю ночь. И еще есть, как раньше, называлась улица Советская. Улица Советская. Я сразу, Саша, спрошу, какая улица Советская, потому что я открою тайну, что я сам живу на улице Советской, а улица Советская в городе сейчас там штук пять, как минимум. Ну, вот самая старая, из улицы Советской, как называлась. Так, еще раз напоминаю, что вы звоните на наш телефон 211-101. Звонок в студии. У нас есть звонок в студии, да, у нас есть кто-то дозвонился. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Света. Очень приятно, Света. Чем ты сейчас занимаешься? Слушаю ваше радио. Это прекрасное занятие. На какой бы вопрос ты хотела ответить? Ой. Сколько было в новогоднюю ночь? Градусов. Да, и сколько было градусов? Ну, давай. 45. Минус 45. Это правильный ответ! Ух ты. Какой приз ты бы хотела выиграть? У нас есть книги «Герои первобытного времени», также есть книга «Загадочные заряды и магниты», занимательное электричество, энциклопедия «Михология», набор для создания часов, билет на две персоны в театр над Спаской на спектакль «Шелкунчик» в январе, приглашение на две персоны в музей истории мороженого Арктика, приглашение на две персоны в палеонтологический музей, набор открыток и книга по следам музея. Да, еще билеты в Краеведческий музей у нас есть. Я выберу набор для создания часов. О, такой же набор. Это прекрасный выбор. Не отключайся, сейчас скажет, как забрать этот чудесный набор. Ага, спасибо. Я хотел бы пояснить, почему у нас сегодня мы собираем часы. У нас была тема электричества, а сегодня наша тема – это время, все, что с ним связано, все, что было в прошлом. И почему мы начали с картофеля, на самом деле. Оказывается, впервые электрический ток из обычной картошки добыл израильский ученый несколько лет назад. Это такой экологически чистый источник энергии. И вот часы от такой батарейки могут работать несколько суток. Я, честно говоря, этого не знал. Более того, тут написано, что если использовать не сырую, а вареную картошку, то часы проработают в 10 раз дольше. И, уважаемые мои коллеги юные, я собрал уже практически эти часы. Вот смотрите, я взял две картофелины. Значит, в одну из них, в одну пластиночку, вторую соединил проводом. Главное – не перепутать. Там написано, что если я перепутаю сейчас вот эти штучки или соединю, они там просто замкнутся. Саша показывает ассоциативный знак. Нет, не надо, Саша, чтобы замкнулась. Мы пытаемся сделать так, чтобы работало. Извините, что перебиваю, у нас звонок. Хорошо. Итак, привет, как тебя зовут? Отключайтесь. Your conversation will be continued. Кто-то отключился. Нам дозвониться, да. Вот смотрите, ребят, сейчас то, что происходит. Я соединяю. Софья, ты видишь, очень хорошо. Смотри, нет никаких тут данных. Я беру еще по одному проводочку, вставляю в картошку, и мы посмотрим, что из этого получается. Не забывайте, что у нас еще один вопрос. Какая была самая старая улица в Кирове? Ух ты, здорово. Заметьте, дорогие радиослушатели, я вот сейчас попробую показать. У нас часы заработали. И заработали они без всяких батареек. Они заработали при помощи обыкновенного картофеля. Ребятам я покажу. Сейчас взяли две картошки. На самом деле, мы можем сделать то же самое, если использовать, как сказали, взять два стаканчика и налить туда сок или газировку. Можно попробовать дома. Или вместо картофеля взять яблоки или лимоны. А сейчас у нас музыкальная пауза, после которой к нам придет первый гость. У нас звонок. Давайте ответим. Давайте сначала ответим на звонок. Хорошо. Итак, привет. Как тебя зовут? Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Егор. Хорошо, Егор. Ты чем сейчас занимаешься? Слушаю радио. А вообще, какие-нибудь занятия, кроме того, чтобы слушать радио, ты любишь? Да. А можешь рассказать, на какие секции ты ходишь? Я хожу на рукопашный бой, на скалолазание и на шахматы. Это прекрасное занятие. На какой бы вопрос ты хотел ответить? Как называлась улица Спасская? Отлично. Улица Советская. Улица Советская. Там только вопрос. Ой, улица Советская. Хорошо. Давай ты ответишь, а мы выясним, правильный ли это ответ. Богословская. Правильно. Правильно. А еще она называлась Вторая Советская линия. Хорошо. Какой бы приз ты хотел выиграть? Набор для часов. Извини, его уже забрали только что, но мы можем предложить тебе другие замечательные призы. Это книги героя первобытного времени или загадочные заряды и магниты за внимательное электричество. Также есть энциклопедия мифология, билет на две персоны театра на Спаскино спектакль «Шелкунчик». В январе приглашение на две персоны в музей истории мороженого Арктика, приглашение на две персоны в музей, открытки три набора и книга по следам музея. Приглашение или книги? Лучшее приглашение. Лучшее приглашение в музей мороженого, в Калиеведческий музей, в Палеонтологический. Или в театр на Спаской. В музей мороженого. В музей мороженого. Отлично. Спасибо. У нас музыкальная пауза, после которой у нас будет гость. ура дай ручку расскажи снегурочка где было расскажи-ка милая как дела и за тобою бегала дед мороз пролила еще раз доброе утро дорогие друзья у нас первый гость сегодня который знает все об истории нашего города поскольку этот научный сотрудник районского музея людмила александр насильникова доброе утро любила санна доброе утро всем доброе утро гостям доброе утро вот ну у нас наверное вопросы по части истории к вам так вот вы пришли к вам рассказать что интересно у нас было в прошлом и что-то принесли с собой покажите ребята ну вот а насколько я поняла тема а сегодняшняя передача это время как оно существует какое оно бывает как его можно отследить по нашим современным часам и что это вообще такое время и что такое время в истории вот это достаточно такой интересный вопрос а и сейчас говоря о времени я хочу сказать что вот история нашего города история нашего края она занимает несколько столетий вы это прекрасно знаете и наверное вы знаете о том что русское население которое сейчас является основным бассейн реки ветки на территории нашей кировской области она здесь появилась как бы не сразу вы это знаете знаете вы сразу зададите вопрос пока вы будете рассказывать чтобы наши слушатели готовили ответ на ваш вопрос у вас есть вопрос для радиослушателей наших какой-то вот из истории ну так что ребята такой возможно не не очень сложный да да вопрос есть и хотелось бы пару просто уточнить по какой причине а до откуда пришли первые русские поселенцы вот туда на вятку в бассейн реки вятки откуда пришли первые русские поселенцы вопрос слушатели феди саша вопрос слушатели я хочу напомнить что у феди тоже есть еще один вопрос который он задал давно но как называлась первая улица и сколько лет да и сколько лет да вот мы ждем ждем ответ у нас есть звонок у нас есть звонок как тебя зовут привет как тебе зовут иван хорошо иван чем ты любишь заниматься ну я люблю баскетбол я достаточно долго занимаюсь баскетболом это отличное занятие ты бы хотел ответить на вопрос феди да на какой вопрос ты хотел бы ответить ты звонишь чтобы ответить на какой-то вопрос на я звоню я слушаю ваше радио и слышал вопрос какая самая старая была улица в кирове вот это вопрос среди как раз да слушаем тебя самая старая улица в кирове называлась бритовой но сейчас она называется московская это правильный ответ была одна улица замечательный ответ что что ты бы хотел получить в подарок у нас билеты и билеты или книги да давайте книги у нас есть книги герои первобытного времени также из книга загадочные заряды и магниты занимательное электричество энциклопедия мифология вот как какую из этих книг а еще у нас есть по следам музея книга давайте все таки билеты на театр в театр на спадской отлично вот билет здесь он переходит тебе спасибо сейчас тобой свяжутся не клади трубку как его получить а мы возвращаемся значит нашему гостю людмила александровна прошу вас пожалуйста а есть какая-то подсказка вот на ваш вопрос наводящий такой да конечно это подсказка будет как бы в процессе вот мамы моего рассказа она прозвучит в любом хорошо это очень легкий ответ посмотрим и итак значит где-то в конце двенадцатого в начале тринадцатого века это уже нашей эры а к нам сюда бассейн вятки а приходят первые русские поселенцы и начинают для себя осваивать эту территорию первыми будем говорить так первый этап вот этого освоения нашей территории или колонизации как принято говорить он был таким скорее всего дружинным то есть сначала это были дружинники и купцы они первые осваивают нашу территорию они с вами пришли ушли они пришли остались они до этого они приходили проходили мимо уходили а здесь они приходят и остаются они начинают строить создавать свои поселения и они начинают строить для себя города чтобы ну где-то жить так нормально а что-то находится сейчас с тех времен вот вы принесли с собой что-то это как раз образцы того что можно найти от их пребывания здесь да это даже не совсем образцы потому что то что я принесла это время вообще вот это 13 12 13 14 век время вообще для в истории русского государства в руси было очень непростое все и территорию делили какие-то там походы совершали очень много и я принесла предметы которые мы называем мы называем реплики то есть это копии то есть копии это копии это не на ну как бы не тень точно конечно конечно это можно ребятам показать и поближе передать это точные копии наконечников стрел с которыми вот осваивали и защищались новгородские дружинники кстати самые первые поселенцы которые приходят на нашу территорию но и первое и в основном то есть откуда заселялся бассейн реки ветки ребята вы можете на них посмотреть откуда заселялся это были выходцы из новгорода великого и до сегодняшнего дня вот эти вот связи элементы мы можем исторически во времени это проследить то есть представляете это тринадцатый век и тем не менее вот то что это были выходцы из новгорода великого как бы прослеживается до настоящего времени еще я хочу секундочку еще один момент показать это тоже реплики ну вот в тот период основной такой зимой сейчас холодно накидка там были тулупы и еще такие шестяные плащи которые пуговиц не было и эти плащи застегивались вот такой застежкой которая называлась либо фибола либо сюльгама по-разному надо было вот так вот проколоть ее она это застежка большая я софи дам я думаю что софи оценит да софи нравится тебе вот это вот и прикольно а ребятам нравится наконечники крутые на них рыбу ловить надо нет нет не надо использовать для лука к один ну для лук-лук стрел и с нескольких сторон и таким образом значит мы выяснили откуда приходит русские поселенцы и чтобы как-то освоить и решить, не решили, что они здесь остаются жить, и они ставят город. Они ставят новый город, который был назван Хлынов. Это первое название нашего города. Хлынов. Вятка потом появилась. Вятка потом появляется. Почему Хлынов? Я же знала, что первый Хлынов. А мама мне говорила Вятка. А я же знала, что Хлынов. Вы знаете, тут есть несколько научных версий. Много. Две. Вятка Хлынов, Вятка Киров. Хлынов, Вятка Киров. Много всего. Но, скорее всего, они его называют Хлынов. Почему? Потому что так в Средневековье было принято называть города и поселения по названию маленькой речки, которая впадает в реку Большую. У нас также названа Москва. Москва, река, Москва-река впадает в более крупную реку. Спасибо. А вот у нас сейчас идут каникулы. В новогодние праздники можно сходить на какие-то выставки в музее? Есть тематические? Да, конечно. У нас, кроме того, да. Значит, вот то, что я вам показала, да, это копии предметов. А настоящие, вот, оригинальные предметы, их можно увидеть в музее, в наших экспозициях. Спасибо. Мы продолжим историческую тему после музыкальной паузы. Спасибо. У нас музыка. Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахоклились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную дай. Три белых коня, эх, три белых коня, текло и сыро, и сыро, и сыро. Я сказала, это была вторая, то есть в Кервисе еще было две улицы фонами. А мы продолжаем наш эфир. И у нас появился гость студии Антон Касанов, историк. Антон, доброе утро. Доброе утро. Рад видеть вас. На мой взгляд, это один из тех людей, кто знает там все или почти все. Почти все. Почти все, да, хорошо. Антон, расскажите нам, пожалуйста, ну, во-первых, есть ли у вас какой-то вопрос для радиослушателей, или ребята там, исчерпывающий перечень задали? Да, у меня есть вопрос. Дело в том, что скоро будет Новый год, и, наверное, все присутствующие в этой студии будут его отмечать. Наверное, это логично. К тому же здесь есть очень много новогодних дедов. И очень интересный вопрос из истории. Дело в том, что не всегда можно было отменить Новый год с елкой. Хотя у вас, наверное, у всех стоят дома елки. Я поясню, что Антон имел, значит, много дедов. Деды у нас вот на столе стоят, для тех, кто не видит. Это деды морозы. Деды морозы. Да, и вопрос такой. Дело в том, что не всегда можно было отмечать Новый год с елкой. И один раз в нашей истории в 1915 году празднование Нового года с елкой запретили. И вот, внимание, вопрос, почему это произошло. Хорошо. Мы ждем по-прежнему ответов на наш телефон 211-101. У нас в студии вот старые игрушки, которые были под елками, да, 50-х годов. Очень интересные. Сделаны, наверное, да, Антон, вата, бумага. Ну, на самом деле, очень красивые остались до нынешних времен. И расскажите нам все-таки, как, поскольку у нас вопрос сегодня о времени, чем раньше занимались дети там, как учились, как проводили новогодние каникулы, зимние, каким спортом занимались, как обещали Новый год. Ну, вообще, это очень много вопросов, само собой. Ну, значит, наверное, с Нового года, поскольку это самая актуальная тема, вообще, больше отмечалось, наверное, все-таки Рождество, поскольку... У нас звонок, извините. Такое было, скажем так... Извините. Сейчас мы продолжим после ответа на звонок. У нас есть... Привет, как тебя зовут? Меня зовут Алиса. Сколько тебе лет, Алиса? Мне 7 лет. Чем ты... Ты чем любишь вообще заниматься? Смотрю эфир. Из какой это школы? Из Петербургского лицея. Вот. Хорошо, на какой бы вопрос ты хотела ответить? Почему ёлку запретили? Хорошо, мы слушаем твой ответ на вопрос. Потому что ёлка ассоциировалась с Германией, а в это время была война с Германией. Антон, это правильный ответ? Да, действительно, правильный ответ. Дело в том, что действительно так дошла первая мировая война, и был очень неприятный повод в Саратове в госпитале для военнопленных они устроили как раз праздник с ёлкой, и это возмутило общественность, и после этого вот эхо докатилось до императора Николая II, и он запретил ёлки, и, в принципе, в следующий раз уже ёлку разрешили большевики после революции, и даже известно, что Владимир Ильич Ленин, и он очень любил, кстати, ёлки, и ездил на них, известна была ёлка в Сокольниках, где собралось около полутора тысяч детей, и он как Дед Мороз там ходил, поздравлял мы спросим нашу победительницу, что она хочет получить в подарок. У нас есть книги, у нас есть ещё билеты. Что бы ты хотела получить? Книгу или билет? Билеты. Хорошо, у нас есть приглашение на две персоны в музей, и есть ещё... Ну, и в общем всё, да. В музей, да. В Клеведческий и в музей мороженого. Музей мороженого уже забрали. А, забрали уже. Да, в музей. Тогда остаётся в музее, да, Софья? Да, но музей хороший, если ты пойдёшь, ты узнаешь много нового. Посвящение выставке «Зимняя сказка». Да? Две выставки. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Я бы ещё хотела подарить нашей слушательнице за этот прекрасный ответ набор открыток. Отлично. Спасибо. У тебя два приза. Спасибо, Антон. Продолжайте, пожалуйста. Да, про Новый год. Ну, то есть, да, действительно, больше было популярно Рождество со всеми теми атрибутами, которые были, молебны и так далее. В общем-то, хороший повод задуматься о себе, о своей судьбе. Но и, конечно, Новый год тоже всегда это весёлый, хороший праздник, возможность провести время с друзьями, с родителями, с близкими. Ну, и плюс ко всему, в общем-то, сходить на те мероприятия, которые давно хочется ходить. То же самое было в дореволюционной вятке, люди ходили в театры, в кино, на различные праздники. Популярны были, кстати, в начале 20 века маскарады, то есть, когда люди облачались в какие-то маске, и их никто не узнавал, и они ходили, собственно, и веселились. Это вполне нормально. Саша, Федя, у вас есть вопросы к Антону? Кстати, о Новом году. Я хотела бы задать вопрос нашим слушателям, в каком году начали праздновать Новый год в Кировской области? В Кировской области? Да, именно в Кировской области. Я бы тоже хотела задать этот вопрос, именно относительно Кирова. Сколько лет водопроводной улицы и как раньше она называлась? Хорошо, спасибо, Антон. Мы продолжаем, пока отвечает на наши вопросы слушателей. Очень серьезные вопросы тут придется подумать, да. Извините, я бы хотела напомнить, нашим слушателям телефон, это 211-101. Хорошо, спасибо, Софья. Антон. Да, собственно, да, маскарады. Маскарады – это всегда весело. Ну, плюс ко всему, Новый год – это всегда было не просто такое время для того, чтобы повеселиться, просто веселиться, но время для того, чтобы… У нас звонок. Да, да, сейчас Антон буквально договорит. Да, ну и время для того, чтобы сделать хорошие, полезные дела. Поэтому, в общем-то, это было время, когда те люди, которые занимались благотворительностью, выделяли финансовые средства на поддержку больных, малоимущих, тех людей, которые не могли им нормально отпраздновать Новый год, но им помогали. Спасибо. Сейчас я бы хотела принять звонок. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Ваня. Отлично, Ваня. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. Хорошо. Чем ты любишь заниматься? Я хожу в шахматы. А из какой-то школы? Я из школы 117. Хорошо. На какой бы вопрос ты хотел ответить? На вопрос... Откуда появились люди навятки? Откуда появились люди навятки? Это хорошо. Давай. Мы готовы слушать твои ответы. Первые люди навятки были... Это был отряд из Новгорода. Из Новгорода? Ну... Да. Это правильный ответ. У нас есть книги, и все. А где ты живешь? Откуда ты к нам дозвонился? Из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. Отлично. Школа 117, Нижний Новгород. Значит, ты будешь у нас на каникулах, потому что у нас есть еще два пригласительных билета в музей. Или мы передадим тебе книжки? Давайте к книжке. Книжки. Мифология, загадочные заряды и магниты, или герои первобытного времени? И еще по следам музея. И по следам музея. Книжку про электричество. Про электричество, загадочные заряды и магниты. Спасибо огромное. Не выключайся. Сейчас мы с тобой свяжемся. Антон, продолжаем. Да, ну очень здорово. Люди пришли на ветку из Великого Новгорода. Парень из Нижнего Новгорода дозвонился. На самом деле очень здорово, что передачи слушают даже в Нижнем Новгороде. И смотрят ансляцию? У них нет такой передачи просто. Вот, ну, про Новый год тут, да, можно долго действительно говорить. Очень интересно, например, когда был Новый год в 1911-1912 году, газеты писали, что есть люди, которые всегда в Новый год работают. Кстати, наверное, и сотрудники радио тоже. Но есть люди, которые работают в органах правопорядка, полицейские, военные. Вот, и было очень холодно, они должны были нести свою миссию на улицах города, мороз, и им разрешили разводить костры. И как раз, когда, в общем, такая была картина ночью в Новогоднюю, есть люди, разводили костры, и рядом ходили другие граждане, обычно население города и грелись тоже в этих костров, то есть такая вот атмосфера единения. А если говорить про игры, то здесь есть дети, которые любят интеллектуальные игры, но всегда дети любили подвижные игры, самое разное. Догонялки. Ну, типа того, да, особенно если кого-то догнал, всегда очень весело. Вот, любили дети, которые драться там и так далее. И был эпизод, в Вятской, опять же, мужской гимназии, самое известное, наверное, учебное заведение для революционной вятки, там был такой очень известный драчун, скажем так, человек, который любил драться. Это был сын Якова Прозорова, известного вятского купца. Да, купец, известный ядский купец. Владимир Прозоров, у него, как в сказке, было два сына, один очень умный, второй так себе. Вот, и Владимир Прозоров все время дрался, такой якой, однажды, ну, вот так сильно его побили, что он ударился с лестницы и разбился. Поэтому все-таки нужно всегда очень осторожно себя вести. Да, можно получить в ответ. Ну, а кроме вот таких агрессивных игр, какие-то были, но более там... Спокойные. Спокойные забавы. Или вот ставили, вот когда появились горки, например, там есть какие-то сведения? В принципе, вообще, люди, горожане с горок всегда катались, на самом деле, популярна была, например, Овечкина гора, Кикиморская гора, и Ледянки, Санки, это то, что всегда было любима детьми, потому что это скорость, это здорово. Тогда же до революции уже стали появляться катки, то есть, известно, например, такая яркая дореволюционная фотография катка, который располагался примерно там, где сейчас стадион Трудовой резервы. Мы один раз, когда с другом пошли кататься на горку, мы забыли Ледянки, и нам пришлось кататься на крыше от теплиц. На крыше от теплицы? Вы разобрали теплицу тут же? Нет, там валялась крыша от теплицы, и мы, короче, на нее залезли и покатились вниз. А там она разогнула сильно, и снизу была стена, а мы из нее прыгали, было весело. А кто-нибудь на портфелях катается после урока? Да? Ну, у нас ребята у 10-й школы катаются. Заметьте, все трое сказали, поэтому родители, не удивляйтесь, почему у нас... Ну, сам я не катаюсь. Портфель иранцев катается на один сезон. У меня сейчас раниться не позволяет, а так бы... А так бы прокатилось? Ну, на самом деле, наверное, у нас Кира Февятка, он стоит на семи холмах, и у нас много оврагов, да? В этом плане очень удобно, да, на самом деле. Очень удобно. А, еще очень удобно играть в такую игру, которая называется Царь Горы. Наверное, вы помните. Да. Конечно, конечно. Не только мы помним, и дети помнят. Дети помнят, но это очень здорово. Мы играем. Мы все еще играем. Да. Я заметил, кстати, вот вчера мы были с моими детьми на театральной площади, и там один из самых популярных, скажем так, аттракционов, элементов декора, это как раз там типа Царь Горы, когда нужно залезть наверх по ледяной, да. То есть там больше очередь, с большим удовольствием, чем на какие-то современные карусели, где эти ползают. Ну, потому что всем хочется вспомнить, как пытались раньше на горках. Ну, Царь Горы, она еще очень такая физически развивающая, да, то есть как раз... Мы в Порошино, когда ходим гулять или куда-нибудь еще, там вот эти горы снега гигантские, мы на них забираемся и... Сталкиваем горы ворога. Да. Да, бывает такое. Ну, то есть... И еще я хочу напомнить, что у нас есть вопрос, в каком году начали праздновать Новый год в Кировской области. А телефон 211-101. И еще хотел бы сказать, что у нас еще есть два билета в Киномакс. На один из фильмов или мультфильмов. Поэтому, пожалуйста, звоните. У нас остались книжки, у нас остались призы. Приглашения и открытки. Я, кстати, хотел сказать про Царь Горы, то есть я тоже много думал про это, откуда вообще взялась такая игра. И на самом деле, мне кажется, что прообразы были и в дореволюционной вятке. Вот, например, праздник Свистопляска или Свистунья, который был очень популярен, в том числе у детей, да, потому что, наверное, у вас тоже есть дымковские игрушки, свистульки, в которые сейчас там дудеть может кто угодно. До революции все-таки они ассоциировались конкретно с этим праздником, а праздник, ну, фактически там была такая имитация, в общем-то, штурма устюжанами горы, где располагались ветчане. То есть, и когда праздник проводился, то две команды было, дети преимущественно, они выступали в роли устюжан, то есть они должны были штурмовать вот этот разделительский овраг, снизу на него как сбираясь. А те люди, которые изображали из себя ветчан, они, наоборот, они стояли на вершине горы и вот всячески делали все, что угодно, чтобы эти люди не залезли. У нас звоночек. У нас звонок, не забываем, что у нас есть еще билеты в кино разыгрываются, слушаем ваш ответ. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Света. А Света, ты второй раз к нам звонишь или это просто? Да, второй раз. Можно. Можно, можно? Можно, да. Ну, дозвонился человек, честно дозвонил Света, да? Я бы хотела ответить на вопрос, в каком году. Ну, впервые в Кировской области стали, начали отвечать в Новый год. Хорошо, мы слушаем твой ответ. Отвечу. В 1936. Антон, это так? Да. Ну, вообще в этом году у нас, да, юбилей, 80 лет Кировской области. 1936 год, правильно. Правильно. Хорошо. То есть это год образования фактически. Что бы ты хотела, билеты, приглашения или книги? Ну, книги. Хорошо. У нас остались мифологии и герои первобытного времени. У нас магниты ушли в Нижний Новгород. И еще книга по следам музея. А, еще книга по следам музея, да, очень. Давай покажу поближе. По следам музея. Отличный выбор. Отличный выбор. Спасибо, Света, не выключайся. Антон, мы продолжаем. Да. Ну, и плюс ко всему, конечно, если мы говорим про игры, то имеется в виду и те игры, которые мы сейчас с вами отлично знаем. Это игровые виды спорта уже после дела. Футбол, коньки и все остальное. То есть, на самом деле, уже тогда это все зарождалось, в начале десятых годов. Играть в футбол вообще. Футбол. Мы в школе играем в футбол. Рядом школы играем в футбол за школу. Ботинками играем. Ботинками. Мы, короче, делаем из скотча мячики с бумагой и пинаем их. Иногда берем теннисные мячики, эти резиновые. Да. А зимой тоже играть в футбол? Конечно. Да, конечно. Но если теннисные мячики, я еще... Мы играем зимой в хоккей. Если теннисные мячики, я еще пережить могу, но обувь нет уж. На самом деле, эта штука называлась раньше «Сокс». Такой маленький мячик, который набивали... Когда я учился в ВГГ, мы набивали их на переменах. Я тоже учусь в ВГГ. Там был песок? Все учатся. Да, там маленький песочек такой, и он такой упругий этот мячик, и его можно набивать, и как бы, в общем-то, заниматься тем, что, в общем-то, тоже заниматься спортом, по сути дела, на переменах. Но это такая мода, которая пришла из США, из Америки. В общем-то, поскольку многие там в ВГГ учились, там привозили вот этот «Сокс». Элементы чуждой культуры. У меня дома есть «Сокс-1». На самом деле, это очень удобно. Он ее положил в портфель, да, можно таскать с собой, на перемене достать, поиграть и положить обратно. И, кстати, это очень здорово в том плане, что не нужно бегать по коридору как сумасшедший и чем-то заниматься. Можно просто стать спокойным «Сокс» на левом. Вообще, вы сказали, что были катки, достаточно давно появились на Вятке, а зимние виды спорта, ну, какие еще были, вот, кроме коньков, например? И хоккей. Ну, это такой вопрос тоже достаточно непраздный, поскольку некоторые виды спорта вообще не делятся на зимние и летние. То есть, например, если играть в футбол, то почему вообще всегда любили играть в футбол зимой? Потому что зимой много снега, и можно валяться, делать подкаты, падать, в вратах стоять. Особенно на льду. Ну, кстати, мы на льду тоже играли в футбол, потому что чуть не было никакой площадки. И в сугроб. В футбол зимой, в футбол зимой, в футбол зимой, это было очень весело. Плюс то, что большие сугробы, и ты в сугроб не можешь вырезаться, знаешь, как в скамейку сильно. Ну, раз вот мы все-таки к зиме скатываемся, ну, давайте вот про Новый год у нас осталось совсем немножко времени, поговорим про Новый год. То есть, какие традиции там были или остальные? А ребята, вот Саша, Федя, Софья, а Деда Мороза кто верит еще до сих пор? Ура. Дед Мороз обманывал ваши ожидания в предыдущие годы? Нет. Нет, все, что написали, все выполнили. Один раз. Один раз. Я один раз запалил, как мне подносили подарок родителям. Камеру поставил. Камеру поставил? Да. Так что, уважаемые Деды Морозы и родители, будьте осторожны, дети сейчас контролируются. А нам один заказали поддельного Деда Мороза. Не настоящего? Да. Важно. Он был не такой веселый, как настоящий. Пришел, у него в варежке был какой-то диктофон, который выпирал вот так. А, то есть все, дети все видят, да, Софья? Ну, я вот верю в Деда Мороза, потому что у нас была такая вечеринка, когда мы пригласили гостей, и все родители заснули, гости ушли, а я еще долго сидела, и только когда заснула, все родители спали, но подарок-то был. Подарок-то был, ты дождалась, когда все уснут, да, и гарантированно, что они... Я не ждала, они сами уснули, я в этом не виновата. Все, молодец. А у нас было такое, а что дома один раз ушли гулять, мама осталась дома, подарки сами появились. Это как-то подозрительно, что мама дома осталась. Понятно. А мы с мамой и папой... Папа уезжал куда-то в командировку, а мы с мамой уходили просто погулять новогоднюю ночь, а бабушка и девушка не знают, как открыть дверь. И подарок, когда мы пришли, уже был, так что перед этим ведь никто не мог бы его положить. Отлично. Антон, вы верите в Деда Мороза? Ну, нет, на самом деле Дед Мороз есть, он живет в Великом Устюге. Я к нему верю. Я поеду сегодня. То есть вот расскажу историю, вчера у меня была тоже экскурсия с детьми, и эти дети, они ехали из Омска в Великий Устюг через Киров, вот, и тоже мы так что-то шли, они говорили про Деда Мороза, я их спрашиваю, ну вы вообще верите в Деда Мороза? Они такие, ну так, но едут, они все равно едут, они знают, что он есть. А мы видели парные Деда Мороза, мы все видели. Да, Антон, а у нас вообще была культура там вот установки Дедов Морозов там под елками, она когда появилась? До революции такой вот именно культуры, в принципе, в том виде, в котором она есть сейчас, ее не было. Вообще, те представления о новогоднем празднике, которые есть сейчас, они с вами рали в 60-е годы уже 20-го века, то есть все классические атрибуты, украшения елки, Деда Мороза, новогодний дед, как раньше мы называли, огоньки, там, все остальное. А до этого вообще, как таковых традиций, им было очень сложно сложиться, потому что до революции Новый год уступал Рождеству, потом Новый год вообще фактически начался, ну, как под запретом находиться вместе с елкой, потом большевики его на короткий срок разрешили, потом в 1927 году опять запретили Новый год. А почему буржуазный? А как буржуазный праздник? Ну, то есть это буржуазный праздник, и говорили, что вообще Новый год начинается с Октябрьской революции. Понятно. Вот настоящий Новый год. Потом в 1935 году Павел Постышев, украинский политический лидер, написал робкую заметку в одной из центральных газет с предложением вернуть новогоднюю елку для детишек, и Сталин это поддержал, и со второй половины 30-х годов Новый год снова празднуется, Большие елки проводятся, и так далее. Ну, да, второй половина 30-х годов, это время, когда традиционные сюжеты русской истории возвращаются, и с 30-х годов более-менее уже начинается праздноваться Новый год, но все равно он был немножко не таким, каким уже после войны. После войны это превратилось в тот праздник, который мы с вами отлично знаем. Саша, вы... У нас долго не было вопросов, долго не было звонков, и я бы хотела задать вопрос. У нас совсем немножко времени не успеет ли нам... Я еще повторить вопрос. Давайте повторим, Саша, новые вопросы давайте оставим на следующую взятку. У нас совсем буквально осталось 4 минуты. А, у меня мои вопросы уже на 3 ответили. Кто хотел повторить вопрос? Я хотел повторить вопрос. Как раньше называлась улица водопроводная, и сколько ей было лет? Номер 211-101, звоним. У нас остался вопрос от Федора. Не отвеченный. Как раньше называлась улица водопроводная? Хотя, на мой взгляд, это такое название, оно имеет, наверное, под собой тоже историческую какую-то... Подсказку могут рассуждать, так называется, в честь горы улицы. А, горы... Как раз с этой горы еще любили кататься на... Да, я катаюсь, я на ней живу. Молодец. Молодец. Да, у нас есть? У нас пока нет. Ребята, как вы думаете, вот, Антон, задайте какой-нибудь вопрос нашим ребятам, а то они очень активные, хотели бы сами ответить. Федя, Саша. Хотим. Да, ну, насчет вопроса, я вообще принес такой вопрос. Дело в том, что вообще Вятская гуманитарная гимназия, где многие учатся, где учится Саша, Саша, веселый Саша, значит, это тоже в каком-то роде параприимник Вятской мужской гимназии, потому что она находится в этом корпусе, как раз, да? Вот. И у меня был такой вопрос, если говорить вообще про дореволюционное образование, хотел назвать четыре фамилии и спросить, кто из них не учился Вятской мужской гимназии. То есть, это Целковский, это Бехтерев, это Бакулев и Грин. Кто из них не учился? Кто из них, Софья? Я не знаю. Саша, Федя. Еще раз, Антон, четыре фамилии, мне тоже интересно. Целковский, Бехтерев, Бакулев и Грин. Кто не учился в Вятской мужской гимназии? Грин. Да, Грин, кстати, не учился. Грин, кстати, не учился. Грин не учился. А Грин вообще, где жил? В стране. Не в Киеве. В смысле? Ну, Грин жил в разных домах, на самом деле. В Вятке. И, к сожалению, большая часть из них не сохранилась. А у ребят еще есть несколько слов. Они подготовили рассказы о своих улицах, да? Где же Федя? Ну, расскажи нам про улицу водопроводную, раз никто не знает, как она называлась. Это слишком сложный вопрос. Я знаю. Это легкий. Да, Федя. Не знаю, может ли? Сейчас, сейчас. Давайте Соня ответит. Это Кикиморская, да? Улица Кикиморская, Кикиморская гора. Отлично, Федя. Ну, давай, расскажи нам вопроса. Это самая первая улица была в Киеве, поскольку раньше это был поселок, и вот как раз, тут они и высадились. Да. На Кикиморской горе стоит Кикиморская улица. Ей более 700 лет. И вот когда недавно, я там живу, как раз на этой улице, сейчас она водопроводная, там, когда строили новый дом, нашли бревна, остатки железа, как бы с прошлых веков, с прошлых тысячелетий даже. Отлично. Саша, а ты на какой улице живешь? На улице Советской. Я тоже хочу. То есть это, это которая бывшая Богословская? Да, Богословская или вторая Советская линия. Мы с тобой на одной улице живем, на самом деле. Ну, она впервые отмечена на картах в 1812 году. Вообще. Она вела к Богословскому кладбищу, поэтому ее сначала назвали Богословской. Поэтому такое название есть? Да. Ага. Что-то еще есть? Софья? Я живу на, сейчас эта улица называется Горбачева. Раньше она называлась Монастырская набережная. Ее так называли, потому что на этой улице стоит Трифонов монастырь. Один из самых, ну, таких знаменитых у нас достопримечательностей в Кирове. Он часто на открытках изображен. Вот. Поскольку монастырь был создан в 17 веке, мы считаем, что улица тоже была создана в 17 веке. Ну, возможно, не знаю. Это вот Антон, мне кажется, лучше нас знает. Вообще история улицы, она просто делится на несколько этапов. Современные улицы, вот в том виде, в котором мы их знаем, они начали формироваться с 1784 года, когда при Екатерине Второй изменили планировку, она стала идти по квартальной. А вот старая улица, чем здесь точно уже сегодня говорилось, они несколько по-другому шли, то есть они радиально выходили из Кремля и так лучшеобразно расходились по городу. Но у каждой новой улицы были свои прототипы в прошлом. Так что это тоже логично. Антон, вы еще что-то принесли сегодня с вами? Да, я принес сегодня печать. Вот у меня такой, бывают эпизоды жизни, что мне иногда дарят какие-то подарки. Это вятская печать. Кстати, памятник вятской печати стоит у центральной гостиницы у магазина «Золотой век». Этот памятник сделал, в том числе, мы учитель Михаил Судовиков, директор как раз музея, который сегодня наш партнер. Вот, эту печать мне подарила, наверное, добрая женщина, которая является поклонником нашего проекта «Пешком в порядке». Вот, и я очень был рад, потому что это всегда здорово поставить печать какую-то, да, то есть можно не расписываться, еще что-то. И поэтому я ее принес, это, значит, наша традиционная авиатская печать. Спасибо огромное. И уже заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, я хотел бы, чтобы буквально по два слова вы сказали и поздравили наших слушателей с Новым годом. У нас через неделю уже Новый год. Антон, два слова. Да, хотелось бы поздравить слушателей с Новым годом и пожелать им добра, здоровья и всех благ. Саша. Спасибо, что нас слушаете, смотрите. Всех с Новым годом. Happy New Year. Федя. С Новым годом. Просто. Софья. Я бы хотела сказать, что все слушатели молодцы, что звонят и активно принимают участие. Ну, всех с Новым годом. Ну, и ребята, все в Новом году хороших оценок. Отлично отметить праздники и Новый год. Больше подарков. Больше подарков. Звоните к нам еще. У нас в следующий раз будут еще подарки, еще больше подарков. С Новым годом всех, родители и взрослые. Детская познавательная программа Открывашка. Благодарим за предоставленные призы компанию «Алми», сеть магазинов «Книги детям», Музей истории мороженого «Артико» и Театр на Спасской.